Сергей, вот еще о чем спросить. Мы, по сути, очень много уже говорим о возможном начале Третьей мировой. Кто-то говорит, что она уже давно идет, просто она не переросла в фазу прямого столкновения войск, например, китайских и американских, или российских и американских. Но все как будто к этому идет. И вы про Северную Корею упомянули. Тоже называют северокорейские войска. Это просто пробой пера для Кима, армия которого действительно воюет только в теории последние десятки лет. И он хочет проверить боеспособность своей армии. Ну и тут вот опять-таки, отталкиваясь от поста Медведева, который на удары по территории России атакам сами отреагировал так, что главный результат, значит, основ геополитики области ядерного сдерживания, подписал президент, изменив доктрину, использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву или основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже третья мировая война. Скажите, пожалуйста, Россия способна на переход в прямой конфликт со странами НАТО, Америкой или другими украинскими союзниками? Или это все блеф? Вот ментальность Кремля, она позволяет, вообще предусматривает такой вариант? Кремль это психиатрическая лечебница. Ну вот заявление Медведева, которое вы процитировали, кстати, даже посол Российской Федерации в Лондоне сказал, что вот эти заявления Медведева нельзя рассматривать как заявление психически здорового человека, что Медведев не имеет права говорить о традициях Российской Федерации. То есть, в принципе, он дезавуировал посол, вот мы теперь ждем, либо Россия его отзовет и таким образом скажет, что не надо было ему так говорить, либо останутся эти слова, но пока что мы на них ссылаемся. Все, что говорит Медведев, это заявление пьяницы или сумасшедшего. Вот, но это, конечно, важно, потому что нам надо знать температуру по психической лечебнице, по психиатрической больнице под названием Кремль. Вот, в этой психиатрической больнице собраны много индивидов, включая там Патрушева и прочих всяких там стариков за 70, далеко за 70, которые, в общем, рассказывают какие-то жуткие совершенно вещи. Ну, и если послушать пропагандистов российских, то там вообще страшно, потому что они постоянно требуют бомбить Париж, Лондон, Вашингтон и так далее ядерными ракетами. Поэтому сама риторика по себе, она, в общем, конечно, не способствует снятию напряженности. Естественно, это ненормальное состояние, когда целыми днями говорит про ядерное оружие. Это, правда, говорит о том, что Российская Федерация на самом деле является очень слабым государством, со слабой армией, которая три года не может победить страну, которой она отказывается с уверенностью и говорит, что Украина – это вообще ничто, что вообще никакой Украины нету и что неизвестно, с кем там Россия воюет. И чтобы оправдать то, что Киев за три дня не состоялся, а состоялся уже Киев за три дня умноженный на 333, то есть тысячу дней уже, сегодня даже тысяча первый день этой войны идет. Чтобы оправдать все это дело, постоянно говорит, что Россия ведет войну, так сказать, не с Украиной, а чуть ли не со всем миром, с марсианами, я не знаю, с Плутоном, с представителями внеземных цивилизаций. Потому что она очень слабенькая в экономическом плане страна, она очень слабенькая в военном плане страна, она не умеет ни воевать, ни производить оружие, ей для этого нужна Северная Корея, чтобы воевать и производить оружие. Вот уже половина снарядов, которые использует Российская Федерация, это северокорейские снаряды, а теперь уже и армия северокорейская. Но вот это изменение, это, конечно, изменение очень принципиальное, потому что я тоже придерживаюсь точки зрения, что мировая война уже идет. Вот, там по поводу номера можно поспорить, потому что я считаю, что мировой войной третьей была холодная война, то есть с 1946 по 1991 год по распад Советского Союза и блока Варшавского договора. Эта война шла, она тоже шла не, так сказать, она была глобальной, она была холодной, у нее были горячие вспышки в отдельных регионах, там типа Вьетнам, Никарагуа, я не знаю, Мозамбик, Ангола, Афганистан, вот, но тем не менее она шла. И вот эта четвертая мировая война тоже идет, и, кстати, ее начала Российская Федерация в 2008 году войной с Грузией, потому что войной с Грузией, она войну с Грузией Путин начал из-за того, что Грузия захотела вступить в оборонительный блок НАТО. И Украина, кстати, тогда тоже хотела вступить, но и ни Грузию, ни Украину тогда не стали даже объявлять кандидатами на вступление. И чтобы этого не состоялось, Путин тогда начал войну, тогда не было должной реакции мирового сообщества на это дело, потом Путин аннексировал Крым в 2014 году, это уже была эскалация мировой войны, которая началась. Потом он создал очаг напряженности на Донбассе, в Луганской и в Донецкой областях, это был явно совершенно созданный Российской Федерацией, российскими спецслужбами, российской армией очаг напряженности, никаких там сепаратистов, это все туфта. Об этом нам прямо рассказал Гиркин, полковник ФСБ, которого послали в качестве, так сказать, министра обороны какой-то там Донецкой республики, несуществующей. Вот он сказал, что я начал войну. Гиркин это сказал. За что, кстати, за соглашение этой военной тайны российской его посадили в Россию в тюрьму? Потому что именно потому, что он рассказал, как все это на самом деле было. Ну и, естественно, если вы посмотрите, кто, что за Украиной стоит все-таки огромная коалиция из 54 государств, которые помогают ей материально и военном плане, а за Россией стоит Беларусь, Китай, Северная Корея, Иран и другие какие-то страны, то, естественно, де-факто уже противостояние международное. Оно, кстати, уже переросло европейский континент, потому что, когда северокорейские войска находятся уже на территории Европы, это практически война стала практически уже международной и мировой. Даже де-факто, да, потому что азиатская, когда азиатская страна ядерная присоединилась к европейско-азиатской стране ядерной против неядерного государства, это, в общем, уже в любом случае это форма мировой войны. Так что все это идет, вот, и реакции никакой серьезной нет у международного сообщества. Генсек вообще не делает ничего, то, что ему полагается делать, он не делает ничего, что ей полагается делать. То есть, ну, немножко там она приняла какие-то резолюции, удовлетворилась этими резолюциями, которые не соблюдаются. Вот, и Путин вообще говорит, что надо разрушать весь этот мировой порядок. То есть, грубо говоря, он говорит, что весь мировой порядок, который сложился после 45-го года, он на него плевал, все эти Ялты, Патсдам там и так далее. И что теперь он предлагает создать новый мировой порядок, в котором государство, у которого есть ядерное оружие, может позволить себе все, что угодно. А те государства, у которых нет ядерного оружия, должны выполнять прихоти государств, у которых есть ядерное оружие. Вот, и никто, строго говоря, пока что против этого мирового ядерного порядка не восстал, по-серьезному, даже западный мир. То есть, ну, осуждения какие-то, озабоченности высказывают. Вот, Китай вообще поддерживает, там говорят о каком-то там глобальном юге, что, в общем, тоже полная ахинея, потому что я не понимаю, что такой глобальный юг, о котором говорит Путин, Китай, там и прочие все эти страны, Брикс. Потому что, с моей точки зрения, география, значит, есть экватор, есть южное полушарие, есть северное полушарие. Большинство стран Брикс, за исключением Южной Африки, находится в северном полушарии, и даже Бразилия, которая разделена, у нее часть находится в северном полушарии, часть в южном. Только одна страна, Брикса, Южная Африка, находится в южном полушарии. Поэтому непонятно, какой глобальный юг представляет Китай, Индия, которые находятся в северном полушарии. И все остальные там страны, даже вот там Эфиопия, там, я не знаю, там, Египет, Саудовская Аравия, Катар, они все в северном полушарии находятся. Люди не учили географию, вообще не смотрели на глобус ни разу, никогда в жизни. Они понимают, что даже Африка, только одной третью находится в южном полушарии, а двумя третями в северном полушарии. Вот, и Латинская Америка, только три страны там, или четыре страны находятся в южном полушарии, все остальные в северном. Вот, так что все это абсолютно разговоры двоечников, которые не учили ни геополитику, ни геостратегию, ни просто географию даже. Знаете, Сергей, вот есть какая опасность. Я вчера открыл новость, и вроде как, ну, такая какая-то обычная рядовая ситуация, в том плане, что проявилась символика Z, но она проявилась на голове у главного террориста Норвегии, современной Андреса Брейвика, который в 2011 году, напомню, аудитории устроил огромный теракт, и на острове застрелил 77 человек, 150 ранил. Он, что принципиально важно, не признает свои вины, то есть признает то, что он совершил эти преступления, но не признает за собой вины. Его осудили на 21 год, ну да, Норвегия такая более-менее либеральная в этом плане страна. И вот вчера было заседание суда, и он вышел с выбритым знаком Z на голове. При этом у него был самодельный плакат, который вот поддерживает фактически Китай, Россию, Иран, Северную Корею, какими-то вот своими он там каракулями это все написал. Ну, террористы объединяются, кажется, в один пул. Ну, тут же есть опасность, ведь, к сожалению, у Брейвика есть даже фанаты, то есть он выступает против мультикультурности, ЛГБТ, в общем, других каких-то вещей, и якобы похожие вещи декларирует Путин. Нету ли здесь опасности, что вот это зло, которое хочет просто уничтожить этот мир, через террор будет находить себе все больше и больше поклонников, и, ну, вот они найдут друг друга рано или поздно. Ну, опасность есть, естественно, да, потому что это зло расползается. Путин, если вы посмотрите, с кем Путин дружит и с кем Путин воюет, то это все уже понятно. Путин дружит с Кадыровым, Путин дружит с талибами, Путин дружит с Хамасом, с Хизбаллой, с Ираном, с другими террористами по всему миру, а воюет с православной Грузией, с христианской Арменией и с православной Украиной. Еще, простите, добавлю, Брейвик очень выступает против ислама. И это тоже, мне кажется, важно, потому что, ну, Путин абсолютно вообще про другое. Он про захват соседних территорий для расширения империи Российской Федерации. Но люди могут романтизировать это. И Путин исламист. Путин исламист. Я вам назвал, с кем Путин дружит. Забыл только еще про пенситов. И там про прочих всяких еще террористов на африканском континенте в Центральной Африке. Шизофрения. По этому поводу. У них мозги, естественно, коричневого цвета у всех. Да, поэтому про их противоречия идеологические здесь это просто можно отдельную песню пропеть. Вот, потому что они все просто сумасшедшие. Точно так же, вот, как французские у нас там и европейские всякие неонацисты, они все за Путина не понимают, что Путин исламист. И что Кадырову Путин позволил построить исламский халифат в Чечне, который отрицает Российскую Конституцию и ввел законы шариата в отдельном взятом субъекте Российской Федерации. Вот, поэтому, конечно, этот Бребик у него в Москве дерьмо. Но вот вся эта история, на самом деле, я ее рассматриваю как очень положительную вещь, потому что чем больше будет таких уродов, которые будут показывать, с кем они реально дружат и за кем они реально, с кем они солидаризируются идеологически, тем проще западному дураку, избирателю и обывателю будет понятно, кто такой Путин. То есть посмотри, кто его друзья, и тебе будет понятно, с кем ты собираешься, я не знаю, дружить, звонить кому ты собираешься, товарищ Шольц. То есть вот Шольцу это на самом деле надо в Германии говорить, что Шольц позвонил человеку, которого поддерживает Бребик. И Шольц предлагает переговариваться с человеком, которого поддерживает Бребик. Вот это очень хорошая штука. Чем больше вот таких уродов будут вставать на сторону Путина публично, тем проще нам будет объяснять западному обывателю вообще, что такое Путин. Читаю сообщение от Европарламента. Вчера было тысячи дней с начала полномасштабного вторжения. Там Зеленский выступал в том числе на открытии заседания. Ну и президент Европарламента Роберто Митцоло заверил, что парламентарии будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит свободу и настоящий мир. Столько, сколько потребуется. Заявления хорошо, мы их часто слышим. Но тем не менее, как вы видите, Европа сейчас напугана тем, что делает Путин. Или она напугана и собирается покончить с этим, поддержкой Украины. Или напугана и просто хочет находить с ним общий язык в будущем. Потому что вот многие эксперты, вы явно слышали эти версии, да, что Европа возвращается в свое состояние 30-х годов. Она становится правой, она хочет идти на сотрудничество с диктатурами. Люди боятся войны, поэтому уступают диктатурам. Что думаете об этом? Ну, во-первых, никакой Европы нету. Потому что вы говорите Европа. Европы никакой нету. Есть страны Европы, у каждой из которых есть своя политика, свои проблемы, свои территории, свои задачи, свои цели, свое государственное устройство, свои традиции и так далее. И Европа живет тем, что она пытается, вот, допустим, там в ЕС 27 стран, у которых все разное, пытается принять одинаковое решение. НАТО – это 32 страны, которые пытаются, ну, туда еще надо добавить, там, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются решить эти проблемы. Поэтому им очень сложно, на самом деле, принять это решение. И я вам должен сказать, что когда началась полномасштабная война Путина против Украины, то Европа первый раз, на самом деле, очень быстро объединилась. Такого раньше никогда не было. Вот. Но в ней есть, в семье не без уродов, то есть есть Фиццо, есть Орбан, есть австрийские националисты и правые, экстраправые, суперправые. Во Франции они есть, в Голландии, в Германии, где угодно, да. Вот. Так что в этом смысле, и плюс к тому же, это страны демократические, где процессы идут демократическим путем, выборами. И когда на выборах побеждают даже такие экстремические партии, то мы с этим обязаны считаться, так устроен мир, так устроена западная демократия. Да, хочется, конечно, что все эти решения происходили быстрее, и от Европы зависело больше. Сергей, вот хочу вас еще о чем спросить. Что вообще происходит внутри самой России? Я вот себе даже отметил этот пост. Депутат Госдумы, которого раскритиковали ранее за призыв рожать, цитирую, пока рожалка работает, заявил, что от своих слов не отказывается. Ну, в общем, комментируя заявление в прокуратуру, которое на него написал бывший следователь Следственного комитета, он говорит, у нас в стране достаточно тех людей, которые занимаются провокациями. В общем, надо рожать, нужно умирать, и рожать, рожать, рожать. Россия современная, она вообще вот о чем? Она может переходить на такую философию и на такие рельсы мышления? Или нет? Или это какой-то частный случай, который неприменим к этому обществу сейчас? Нет, ну, эти заявления – это общая тенденция, потому что если бы это был один депутат, то можно было бы сказать, ну, просто дурак какой-то там вышел, там что-то там вякнул. Когда, в общем, эти заявления идут и на уровне официальных каких-то лиц, и в парламенте мы их слышим, и по телевизору они постоянно слышатся, то понятно, что это есть некая тенденция. Другое дело, что то, что какой-то человек сказал, что нужно рожать, от этого, как вы сами понимаете, детей не прибавляется. Дети прибавляются тогда, когда страна чувствует себя хорошо. Когда страна чувствует себя плохо, она детей не рожает. Россия 40 лет последние детей не рожает. У нее было, по-моему, только три года, когда превышение было рождаемости над смертностью. Россия – вымирающая страна. И от того, что они декларируют, что надо кого-то там рожать, ну, кроме глупости, это ни о чем не говорит, потому что эти люди просто не понимают, что такой декларации, вот это как при Советском Союзе. Ну, собрался Госплан или там политбирот СК КПСС и принял решение. Вы знаете, я в свое время вот стал антисоветчиком, когда в 15-16 лет у нас образовался такой исторический клуб, и нам наш историк посоветовал читать не учебники, где просто фразы отдельные мы заучивали наизусть, и выдавали на экзаменах на каких-то или на уроках, получая свои пятерки, вот, а читать первоисточники. Вот, и первоисточники, когда вот я начал читать, допустим, там, решение, КПСС в решениях съездов, партконференций и пленумов ЦК, то вдруг меня ударила вот такая штука, что если вот я там взял решение, какого-то там, ну, X там, я не помню, там, 13-го съезда или там, 15-го съезда ВКПБ, в котором вот его и поместить, если в сегодняшнюю, в тогдашнюю и сегодняшнюю газету «Правда», то никто бы даже не заметил, что это было написано там 65 лет тому назад или 70 лет тому назад, потому что вот все эти лозунги, начиная там с Октябрьской революции, они вот из года в год они продолжались, повторялись и так далее, а дело никакого не делалось. Вот, плюс к тому же, когда там, говорят, вот какой-то там идиот тоже сказал, что надо рожать там каких-то там каменщиков, маляров там и так далее. Ну, люди не понимают, что прежде чем ребенок станет маляром и каменщиком, должно пройти, ну, по крайней мере, там лет 16, да, то есть, по крайней мере, он должен поступить будет в ПТУ, чтобы его, из него сделали хотя бы там базового каменщика, и, а до этого еще нужно, чтобы 9 месяцев его вынашивали. То есть, грубо говоря, раньше, чем через 17 лет, никакого каменщика, и даже если его родить, даже его зачать сегодня, не получится. Вот, и точно так же с солдатами, да, то есть, раньше, там, 18 лет, 19 лет, чем через 19 лет, никакие эти солдаты не появятся на поле боя, да, готовые с автоматом калашникова куда-то там бежать. Вот, так что это, в общем, конечно, разговоры сумасшедших, вот, но поскольку таких сумасшедших в Российской Федерации много, то это просто говорит о том, что Россия — это абсолютно глубинно больная страна. Не поспорюсь, что с вами. И в завершение, Сергей, хочу спросить о интересном наблюдении телеграм-канала, называется он «Fairy Daily». Что они заметили? Что разница между датами встреч Путина и сообщениями об этих встречах на сайте Кремля достигают даже двух месяцев. То есть, практически не соответствует актуальности его проявления на публике. Вот пример. После обеда, 12 ноября, Кремль рассказал о встрече Путина с лидером единороссов в Госдуме Владимиром Васильевым. До обеда, в тот же день, Василий выступал в Госдуме. Кроме того, он говорил Путину о подготовке бюджета, хотя проект бюджета внесли в Госдуму еще 30 ноября. То есть, фактически, извините, 30 сентября. То есть, больше месяца назад. Еще один пример. Встреча с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, о которой Кремль сообщил 19 ноября. Нечаев доложил Путину, что его фракция поддержала бюджет в первом чтении. Хотя это чтение прошло 24 октября. То есть, тоже месяц назад. Кроме того, утром в день встречи Нечаев появился на выставке в Госдуме. То есть, тоже не сидел на карантине. И был в другом костюме. Короче говоря, если упростить все, то постоянно выдаются консервы с Путиным. Почему так происходит? В чем вообще смысл этой технологии? Ну, вряд ли мы тут можем говорить о двойниках, но тем не менее. Зачем показывать встречи двухмесячной давности? Тут все очень просто. Это, как вы правильно говорите, давнишняя история. Путин гидонист. Путин человек, который очень любит работать. Путин человек, который очень любит отдыхать. И очень любит ездить по стране. Отдыхать в тех местах, где ему комфортно. Там, я не знаю, раньше это был Бочаров ручей. Сейчас вроде у него там резиденцию сломали. Он туда боится теперь ездить. Не дай бог туда беспилотник или атакам сдолетит. Поэтому теперь тут Валдай. Потом там есть еще какая-то резиденция недалеко от финской границы. И вообще у него таких дворцов 17 штук. Есть еще дворец в Геленджийке. Там на Алтае чего-то есть. На Уральских горах и так далее. Путин любит плавать в бассейне, кататься на горных лыжах. Правда, давно не катался. Он же старенький, боится сломать тебе чего-нибудь. Но в любом случае он не любит работать. Он не любит работать в Кремле. Он не любит работать в полный рабочий день. Раньше у него, кстати, это было. То есть он был таким трудоголиком. Он реально приезжал там, я не знаю, в 7 или 8 утра. И сидел там до поздней ночи. Теперь он этого не делает. Но Кремлю-то нужно создавать впечатление, что он постоянно присутствует в своем рабочем кабинете. И поэтому давным-давно сложилась традиция, что они сразу записывают какие-то консервы. Как вы правильно говорите, делают какие-то записи. А выдают их по мере поступления. То есть вот тогда, когда Путин реально где-то там отдыхает, чего-то и занимается своими делами. Они выдают это в эфир, создавая у глупого россиянина и у глупого наблюдателя этих консерв впечатление о том, что Путин постоянно находится на своем рабочем месте. Это старая история. Понятно. Ну, в любом случае, хочется, чтобы как-то раз вышел сюжет, даже пускай с задержкой, о том, что Путина просто вынесли из Кремля. Неважно, кто это будет. И элиты, или ракеты «Хаймерс». Ой, не «Хаймерс», а «Атакамсдей». Можно и «Хаймерсом», если чего-то придумать. Может, там «Агафт». Такой сюжет уже есть. 26 октября генерал СВР Валерий Дмитрий Соловей в прошлом году, год назад, объявили о том, что Путин умер. Да, 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 мы это помним. Морозильная камера и так далее. Но хочется, чтобы это было подтверждено кремлевскими СМИ. Тогда мы... Вот тот случай, когда мы придется им поверить. Спасибо большое. Сергей Жирнов был в эфире «Разборки», канал «Украина сегодня». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Сергея Жирнова. Напомню, что Сергей Жирнов эксперт по международной политике и по спецслужбам, в том числе и Российской Федерации, да и всех мировых. Спасибо большое.